14 июня президент Международной шахматной федерации сообщил на пресс-конференции в Москве, что Муаммар Каддафи не хочет покидать Ливию. Кирсан Илюмжинов, который также является бывшим главой республики Калмыкия, недавно вернулся из Триполи, где он сыграл партию в шахматы с ливийским лидером. Илюмжинов рассказал, что все два часа, пока шла игра, он беседовал с Каддафи. Он сказал, господин Илюмжинов, передайте, что на земле, на своей родине, где я потерял своих внуков, своих родных детей, ещё приёмная дочь также погибла под бомбардировками, никуда отсюда я не уеду, и я умру на этой земле, где похоронены мои дети и внуки. То есть, это его позиция. Каддафи также передал послание лидерам НАТО. Он сказал, что готов сесть за стол переговоров с представителями альянса, а также повстанцами, чтобы определить будущее Ливии. Вот уже четыре месяца в Ливии продолжается противостояние между пропрезидентскими силами и оппозицией. Оно началось вслед за восстаниями в других странах арабского мира и вскоре переросло в гражданскую войну. Сегодня Ливия находится на распутье. Бомбардировки самолётов НАТО не помогли свергнуть Каддафи. Они также не помогли повстанцам начать наступление на Триполи. Однако страны-альянсы выражают уверенность, что падение режима Каддафи – только вопрос времени. Сам ливийский лидер назвал авиаудары НАТО актом колониальной агрессии, нацеленной на захват запаса в нефти в стране. Между тем, повстанцы постепенно расширяют территории своего контроля вокруг Миссураты, что в 200 километрах на восток от Триполи. Они медленно продвигаются к столице.